Что вы знаете о перекрестном заражении? Вы же не хотите заразить гепатитом своего клиента следующего. Поэтому сегодня мы будем говорить о барьерной защите нашего оборудования. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Я создатель и владелец сети школ татуажа и сети студии татуажа. Я об этом знаю все. Я вам сегодня покажу, как заматывать в барьерную защиту машинки двух типов. Одна это татуировочная машинка. Она вот такая толстенькая, ее тяжелее заматывать. Вторая это стандартная ручка. В принципе, все ручки для перманентного макияжа выглядят плюс-минус так же. Зачем нам нужна барьерная защита? Во-первых, сквозь нее вы не дотрагиваетесь грязными перчатками, которые теоретически уже опылены гепатитом и прочими заболеваниями. Ее не нужно будет стерилизовать в автоклаве. Не все машинки это, как бы сказать, выдерживают. А во-вторых, вы не будете свое оборудование пачкать просто красками. Потому что машинка, испачканная красками для татуажа, она выглядит очень неэстетично. И у любого клиента у меня возникли бы вопросы к оборудованию мастера, которая испачкана краской. Что нам нужно для того, чтобы спрятать машинку от инфекции в барьерную защиту? Это может быть вот такая пищевая пленка. Она вот обычно длинная и аккуратно разрезана. Она очень удобна и она очень тоненькая для того, чтобы машинку замотать и ее не ощущать вообще. То есть она не мешает совершенно в работе. И также вы можете купить в любом магазине оборудование для татуажа или, может быть, для татуировки. Вот такие пакеты для того, чтобы замотать шнур. Что очень важно. Конечно, вы должны это делать в перчатках. Я опускаю почти в самый низ вот этот вот пакет, который шнур наш во всю длину практически защищает. И я вставляю иглу. Все это делается в перчатках, напоминаю, всегда. Это очень важно. Как мы вставляем иглу? Практически во всех аппаратах игла вставляется плотно до самого конца, чтобы не было зазора между иглой и аппаратом. И проворачивается до упора. То есть все, она стоит крепко очень. Ее невозможно просто вытащить, она никак не отщелкнется самостоятельно. И после этого я беру пленку. Смотрите, она очень тонкая. Это самая тонкая из существующих. И вот таким образом, чуть-чуть как бы отступив от конца, я начинаю ее заматывать, как, не знаю, как ребенка в детстве. Пальцами прижимаю начало пленки и с натяжением, видите, она аж полосочками пошла такая, натянута пленка очень сильно. Я проматываю во всю длину плотно машинку и одновременно захватываю уже вот эту синюю барьерную защиту, которая для шнура. И еще можно несколько раз вот здесь вот обернуть в конце. И все, я отрываю пленку и моя машинка готова к работе. Посмотрите, она замотана идеально. Иногда мне говорят, почему ваша машинка не замотана. Все дело в том, что она вот в этой части настолько плотно прилегает, не видно, что на машинке есть барьерная защита. И получается, начинается она прямо от самого модуля и нету вообще нигде никаких зазоров. Машинка полностью защищена, я могу работать и мне совершенно не мешает в работе вот эта вот пленка. Посмотрите, как плотно замотана машинка. Иногда кажется, что она даже вообще без барьерной защиты и ее очень удобно держать и ею работать. Ничто не мешает, ничто не шуршит, ничто не создает из лишнего объема. Я не люблю лишний объем на машинках. Смотрите, для тех, кто любит потолще, потому что не все любят работать тонкими машинками, можно взять еще вот такой вот. Это бинт, который цепляется сам за себя и им очень удобно добавлять толщины. Потому что, ну, действительно есть некоторые мастера, которые любят держать толстую в руках машинку. И отрезаете ненужную часть. И тоже ваша машинка готова. Для тех, кто любит потолще и помягче, тоже очень удобно. И это еще плюс 100-500 к защите. Ну и второй аппарат. Также точно вы протаскиваете шнур сквозь барьерную защиту. И вот эту часть вы можете натянуть повыше. Вот сюда чуть-чуть. Если налезает, не на все налезают. И точно так же вы сначала одеваете модуль. Не трогая кончик, но игла все равно всегда спрятана внутрь. Здесь точно так же вы вставляете модуль полностью. Между ним и машинкой не должно быть вообще зазора. И проворачиваете с усилием, чтобы вот прям тяжело было дальше. Все не идет. Видите, он сидит крепко тоже. Можно за него держаться, если вам это удобно. И совершенно нету никакого зазора между ним и аппаратом. Так же, как и на предыдущем аппарате, мы очень плотно, с натяжением. Смотрите, это же у нас пленка, она тянется. И прям вот с усилием тогда не остается никаких пузырей. И она лежит очень плотно и не съезжает во время процедуры. Доходите вот до этого места. И точно так же здесь вот так вот всю машинку заматываете, чтобы вообще нигде не было ни одного открытого места на ней. Пленку жалеть не надо. Смотрите, когда я подхожу вот сюда, к шнуру, я должна захватить еще и сам шнур, чтобы он не слез у меня во время работы и не мешал мне. Отрываю пленку. И у меня точно так же идеально, полностью идеально, замотана машинка. Нигде нету пустого места, нигде физиологическая жидкость клиента не попадет на машинку. Все, я могу начинать работать. И опять напоминаю, все это мы делаем в перчатках. Прямо перед началом процедуры. И обязательно показываем клиенту, что у нас расходники одноразовые, что мы их открыли при нем, зарядили при нем. И вот так вот мы трепетно относимся к его здоровью, чтобы не допустить перекрестного заражения всевозможными инфекциями. Я показала вам сейчас, как замотать две стандартного вида машинки для перманентного макияжа. То есть, вот эта вот она сложной формы. Но смотрите, абсолютно ни одного зазора, инфекция не попадет ни при каких обстоятельствах на нее. Несмотря на такую серьезную защиту, после процедуры вы должны снять и все равно, ну, снять барьерную защиту и все равно обработать антисептической жидкостью. Я вам покажу в следующем видео, какие жидкости бывают, как правильно обрабатывать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!